В 2015 году провели исследование на 45 пациентов с ишемической болезнью сердца, соблюдавших 6-недельную диету с употреблением 85 грамм миндаля в день. После периода вмешательства исследователи не заметили значительных улучшений сосудистых результатов, что оценивалось путем измерения дилатации, опосредованной потоком одного из наиболее признанных методов мониторинга функции эндотелия. Аналогичным образом не наблюдалось значительных улучшений показателей сыворотки крови, включая липиды, цирреактивный белок, фактор некроза опухоли альфа и Е-селектин. Тем не менее, они продемонстрировали несколько значимое снижение количества молекул адгезии сосудистых клеток на 5,3% и незначительное увеличение содержания оксида азота в моче, плюс 17,5%, что говорит о релаксации сосудов, что позволяет предположить, что миндаль может в некоторой степени способствовать улучшению состояния эндотелиальной функции. Интересно, что в двух исследованиях непосредственно изучалось влияние потребления миндаля на риск ишемической болезни сердца. Оба исследования были проведены на 27 мужчинах с гиперлепидемией и женщинах в постменопаузе, рандомизированных на 3 месячные группы диетического воздействия. Контрольная, которая потребляла булочки 147 грамм, полная доза миндаля 73 грамма и половинная доза миндаля 37 грамм и половинная доза сдобы, примерно 75 грамм, то есть половинная доза булочек. В течение периода вмешательства всем субъектам было дано указание соблюдать неконтролируемую диету с низким содержанием жиров. После периода вмешательства значительные улучшения липидного профиля наблюдались в обеих группах принимавших миндаль, в зависимости от дозы. В частности, было подсчитано, что каждые 7 грамм миндаля в день способны снижать уровень холестерина, связанного с липопротеинами низкой плотности, примерно на 1%, что приводит к снижению риска ишемической болезни сердца на 2%. Также примечательно, что наблюдалась связь между потреблением миндаля и снижением десятилетнего показателя риска ишемической болезни сердца по специальной шкале, что означает снижение риска ишемической болезни сердца на 3,5% на каждые 30 грамм улучшения потребления миндаля. Тем не менее, хотя их следует интерпретировать с осторожностью, представленные здесь данные могут позволить рассматривать миндаль как полезный диетический подход для долгосрочной профилактики сердечно-сосудистых рисков.